Меня зовут Ковацинка Наталья Александровна, я директор фонда социальной поддержки «Семьи детства «Океан». Фонд сотрудничает с областным реабилитационным центром, начиная с 2016 года. У нас три совместных проекта уже закончены, сейчас мы реализовываем четвертый проект. Областной реабилитационный центр – это первая в Саратовской области организация, где появились специалисты оборудования, в том числе диагностическое оборудование, которое позволяло оказывать квалифицированную помощь детям с расстройствами аутистического спектра и аутизмом в том числе, при учете, что количество таких детей растет каждый год, и в данный конкретный момент это основной инвалидизирующий фактор вообще у детей. В данный конкретный момент вокруг центра складывается такая ситуация, что те специалисты, которых мы обучили, кроме как в областном реабилитационном центре, практически нигде таких специалистов нет, потому что практически все они обучались за пределами Саратовской области, то есть где-то это дистанционное было обучение, где-то мы специально отправляли специалистов, это и костюмы Аделии, это и диагностический комплекс АДОС, это и сенсорная интеграция, и прикладной анализ поведения, который, вообще говоря, считается золотым стандартом в реабилитации детей с ментальными нарушениями, в том числе с расстройствами аутистического спектра, к сожалению, все эти специалисты в данный конкретный момент находятся, ну, скажем так, в не самой выгодной позиции, коллектив разрушается. Трудности заключаются в том, что некоторые сотрудники центра считают возможным выступать от имени всего центра с некими заявлениями, которые, в общем-то, подрывают репутацию и авторитет всего центра. Это приводит, в первую очередь, к тому, что в центре проводятся бесконечные проверки, которые вовсе не способствуют какому-то, ну, скажем так, рабочему климату в коллективе. Специалисты нацелены на то, что если в таком режиме дальше пытаться работать, то скорее они покинут этот центр. И те, скажем так, структуры, которые должны курировать и как бы сохранять этот центр, к сожалению, ну, вот какого-то такого глобального значимого интереса к своим функциям не проявляют. Меня зовут Ирина Кононыхина, я многодетная мама, и в течение последних 9 лет моя жизнь бок о бок связана с областным реабилитационным центром. Знаю, что многие специалисты, которые там работают, работают с огромным багажом знаний. Это учреждение уникальное на самом деле. Я как многодетная мама – это единственное учреждение, которое принимает меня со всеми детьми от рождения. И в первый год жизни медицинский персонал, педагогические работники выстраивали схему развития моего ребенка. И это дает результат, большие результаты. Я могу сказать, что дети учатся в музыкальной школе, в художественной школе. И большая благодарность именно в толчке о таком развитии – это, конечно, реабилитационному центру. Это всегда люди с открытой душой. Мы для них, которые постоянно реабилитировались, становились уже близкими и родными. И нам это очень важно и ценно. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы центр больше развивался. Там был очень хороший кабинет охраны зрения. К сожалению, вместо того, чтобы помочь развить этот кабинет, сложилось так, что просто кабинет закрыли из-за того, что нет лицензии, у вас не то оборудование, которое современное сейчас нужно, а то, что это оборудование помогало. И у меня лично двое детей и ложились именно по проблемам со здоровьем по зрению. Для меня это была очень мощная поддержка. Центр уникальный в том, что здесь вместе особенный ребенок и обычный ребенок. Я могу сказать, что мы на протяжении многих лет сдружились с такими семьями. И особенный ребенок, вливаясь, приезжая к нам в гости, обещая все вместе, не чувствуя тех границ, которые зачастую общество выстраивает в своем понятии. Я верю, что наше обращение найдет отклик в нашем правительстве. Поэтому, со своей стороны, я обращаюсь и прошу, помогите, чтобы наш родной реабилитационный центр работал в прежнем режиме. Помогите его развивать лучше, не вставляйте палки в колеса, потому что все делается для будущего наших детей.